Новоселье не за горами. Дом на Петрова 9 в Чебоксарах сдадут в мае. Не все то золото. Пробирная палата проверяет экспонаты Национального музея. 4-3 в пользу юности. Состоялся товарищеский матч по хоккею. Глава Чувашии принял участие в работе коллегии Министерства промышленности и торговли России. Ключевая тема расширенного заседания – реализация национальных проектов. Они должны стать катализаторами развития электроэнергетики, жилищного строительства и здравоохранения. Продолжается работа по созданию современных производств, которые нацелены на импортозамещение. На итоговой коллегии Минпромторга подписали трехсторонний меморандум об организации единой системы продвижения экспорта. Масштабной государственной программе национальным проектом был посвящен форум, прошедший в Чебоксарах. Два дня главы всех районов и городов вместе с отраслевыми министрами говорили о реализации нацпроектов на территории Чувашии. Первый день посвятили теоретическим занятиям, второй – практическим. Доброе утро! Так бодро начинается утро лидеров. Массово и дружно в шесть утра на московской набережной. Отличное начало дня для того, чтобы поднять настроение, повысить свой жизненный тонус, настроиться на рабочий лад, атмосферу и получить заряд бодрости прежде всего. Дело в том, что тот, кто дружит со спортом, с активным образом жизни, всегда, я считаю, сможет добиться определенных результатов. Накануне, в первый день форума, главы районов и министры уже обсудили теоретическую и правовую часть национальных проектов. Второй день предполагал мозговые штурмы по секциям. Параллельно на четырех площадках просчитывали барьеры, которые могут возникнуть, и, само собой, предлагали решения. Восстановление на новом уровне работы Координационных советов, именно как власть, бизнес, предпринимательство. Имея в виду прямо сейчас, 26 мая приближения, вот это вот серия мероприятий, посвященных популяризации предпринимательской деятельности. Для себя я выработал, что все-таки ассоциация предпринимательских районов надо создавать, на них операция, и дальше развивать предпринимательство уже со школьной скамьи. Вообще проекты, путь то демография, образование, здравоохранение и остальные из списка содержат конкретные параметры. Их выполнение должно реально отражаться на благополучии людей. Для того, чтобы было у всех понимание, все друг друга должны слышать и обязаны слышать, чтобы не в холостую тратить время, а на конкретный результат, на конкретные дела. Вот это очень важно, потому что финансовые средства, они в бюджете обозначены, чтобы не было и размывания ответственности, и дублирования. Каждый проект имеет свое направление, однако точек соприкосновения множество. Например, об организации новых рабочих мест говорили в процессе обсуждения проекта «Демография». Та же тема и на площадке, посвященной предпринимательству. Нет, только сетки, деньги. Нет, все полностью рабочие. Нет, за счет. Льготы по налогам пишут, да? Да. Льгот на аренду. По налогам. По аренде. Я бы не стал какой-то нацпроект рассматривать отдельно, чтобы достичь достижения всех целевых индикаторов нацпроектов. Их надо рассматривать комплексно. Допустим, не бывает, невозможно добиться какого-то демографического вплеска в каком-то отдельно взятом районе или так далее, не развив там сельские территории, не создав там какие-то рабочие места и так далее. Все нацпроекты, они связаны. Поэтому к оценке идеи привлекли всех участников. Они, выслушав краткую презентацию от коллег, голосовали. Идеи с красными метками до финального представления не дошли. Они остались на доработке. А вот зеленые модераторы секции презентовали на закрытии форума. Дальше на муниципальном уровне планированы карьеры педагога. То есть это ограничение их по определенному периоду. То есть, для примера, до пяти лет. То есть в течение пяти лет они должны повышать свою квалификацию и, соответственно, проходить аттестацию. А на республиканском уровне планированы профессионалы карьерного лифта. То есть для того, чтобы их в дальнейшем использовать как кадровый резерв. Обсуждение вопросов по горизонтали и открытый диалог – это начало взаимодействия. Общие командные работы по воплощению в жизнь национальных проектов. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Дом по адресу улица Петрова 9 в Чебоксарах сдадут в мае. Новый срок для проблемного объекта обозначили на еженедельном совещании в столичной администрации. Строительство новой высотки на месте дома, у которого обрушилась часть внешней стены, началось еще в декабре 2015 года. Генеральным подрядчиком стала компания «Стройсфера». 160 квартир в новостройке предназначались для жителей снесенного дома. Еще 208 на продажу. Сдать объект должны были к концу 2016 года. Однако сроки много раз переносились. Генеральный подрядчик неоднократно нарушал и переносил дату ввода объекта в эксплуатацию. Окончательный срок завершения строительства был определен в декабре 2018 года. В связи со срывом данного обстоятельства было принято решение о расторжении договора генерального подряда с компанией «Стройсфера» и осуществить строительство своими силами компании «Оугукс». Одновременно в адрес компании «Стройсфера» были направлены претензии и исковые заявления по неотработанному авансу, договорной неустойке, убытками. Специалисты муниципального предприятия «Гукс» уже проанализировали состояние здания и определили перечень работ, которые необходимо провести до сдачи объекта. Мы приносим извинения перед собственниками квартир, перед долевиками за несвоевременный ввод на квартирного дома. Но, тем не менее, ключи в течение месяца мы вручим. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Павел Редков, Андрей Шоклев, Республика. За взятки проносил осужденным сим-карты и мобильные телефоны. В этом обвиняют бывшего 22-летнего сотрудника исправительной колонии в Цивильске. По версии следствия, с сентября прошлого по январь этого года обвиняемый незаконно пронес на территорию колонии сначала одну сим-карту, потом три мобильных телефона, а затем, согласно ранее достигнутым договоренностям, передавал их одному из осужденных, за что в последующем получил взятку на общую сумму 13 тысяч рублей. Также на его банковский счет в качестве незаконного денежного вознаграждения было перечислено еще полторы тысячи рублей и 40 тысяч рублей. За эту сумму обвиняемый договорился с тем же осужденным пронести на территорию колонии еще 4 сотовых телефона, однако не сделал этого, так как не получил всей суммы взятки. Дело направлено в Цивильский районный суд. Первые итоги. В столице республики стартовала заявочная кампания по организации детского отдыха. Прием заявлений проходил в школах. Как и в прошлые годы, заявки на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря оформляли операторы через единую автоматизированную систему. Только в городских школах работали 250 операторов. В автоматизированной системе для Чебоксар было выставлено 5412 путевок, зарегистрировано 4376 заявлений. То есть в первый день заявочной кампании разошелся 81% путевок, при этом 77% от общего числа в первые два часа после того, как начался прием заявок. До 19 апреля включительно система будет по-прежнему открыта для чебоксарцев, а в субботу 20 апреля начнется запись в других муниципалитетах. На этой неделе в столичных школах операторы будут работать с 9 до 17 часов до пятницы включительно. Выдача путевок по оплаченным квитанциям в школах начнется с 6 мая. В Чувашии проходит фестиваль национальной книги «Литературная Чувашия. Самая читаемая книга года». Открыла фестиваль презентация новой книги народного поэта Чувашии Валерия Тургая «Сердце, обреченное любить». В ней собраны стихотворения, написанные поэтом за последние 6 лет. Среди гостей презентации – писатели, государственные и общественные деятели, журналисты и студенты. Встречи с писателями и поэтами – круглые столы, музыкальные вечера, книжная выставка ярмарка Чувашского книжного издательства, программа «Насыщенная». Завершит фестиваль «Всемирный диктант по чувашскому языку», который состоится 25 апреля. 19 апреля в Чебоксарах пройдет третий слет юных корреспондентов, пишущих на чувашском языке. Проводит его издательский дом «Хэбар». На мастер-классах юнкорам расскажут, как готовить заметки, репортажи, интервью для детско-юношеских изданий, какие теле- и радиопередачи востребованы. Экспертами выступят журналисты, блогеры и фотографы. Юных корреспондентов из разных регионов ждут в Доме печати. Начало в 10.00. К другим темам. Впервые почти за 100 лет сотрудники пробирной палаты России проверяют подлинность драгоценных металлов и камней в экспонатах Чувашского национального музея. Настоящая ли серебро в Тухье? Из какого металла сделаны эти сережки? Сколько граммов драгоценных металлов в Чульгиме? Ответы на все эти вопросы знают эксперты из пробирной палаты нашей страны. Их специально пригласили в Чувашский национальный музей провести экспертизу экспонатов. В планах было пробировать около 200 предметов. Это в основном предметы этнографии, женские украшения, головные уборы. Также это и медали, и ордена, содержащие драгоценный металл. На этой Тухье нижний ряд монет – серебро 1747 года. Отдельные чешуйки еще старше. Их возраст датирован 17 веком. На головных уборах могут быть и жетоны. Они не имеют никакого отношения к драгоценным металлам, но успешно прячутся среди серебряных монет. Впрочем, специалисты таких шпионов находят без труда. Главные инструменты экспертов – это пробирный камень и эталонные пробирные иглы. Вот они, эти иглы. На этих иглах нанесены пробы металла. Это золото, а это серебро. И способом натира, вот вы видите здесь меточки. Эксперты натирают сначала предмет, который содержит драгоценный металл. Затем натирается игла, которая предположительно похожа по пробе на этот металл. Дальше на помощь приходят реактивы. Именно они выявляют талии – это проба, которую предположительно отметили. Затем предмет взвешивают на специальных весах и результаты записывают в документ. Кстати, кроме нашего музея, специалисты проводят экспертизы и в муниципальных хранилищах старины. Им, как правило, очень сложно выехать со своими экспонатами. Так проверку уже прошли Мариинско-Посадский и Канажский музеи. На очереди – Алатарский краеведческий. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика. Жители деревни Сугай-Косы Канажского района Николая Миронова знает вся республика. Николай вяжет спицами и добился больших успехов в своем увлечении. А еще односельчане – родные, знакомые считают его образцом стойкости и жизнелюбия. Почему – узнаете из нашего сюжета. Это сейчас Николай довольно спокойно и рассудительно говорит о своей жизни. Но 33 года назад, когда он попал под поезд и лишился обеих ног, был на грани отчаяния. Амбалитом первой группы Николай стал в 26 лет. В то время он уже отслужил в погранвойсках, имел профессию электрика, вместе с женой воспитывал 9-месячного сына. Опускать руки и жалеть себя он не стал. Помогал всем, чем мог по хозяйству. В свое время спрашивали, у него нога все равно не будет расти. Потому что мне очень тоже тяжело было для матери это. Так и жили. Он уже все дела делал. Нам на работу надо идти. Я все приготовила, оставляла. Он все приготовил, все сварил. Мы пришли с работы, пришли. Дома все было хорошо. Тепло, уютно. Вязать спицами он начал почти сразу, как стал сидячим. Сначала наблюдал за тем, как вяжет жена. Затем попробовал сам и втянулся. Первую кофточку он связал мне на 30 лет. Гусиные лапки. Это вязка, да? Гусиные лапки. Первая вязка. Потом какая-то лукошка была. Вязка тоже с трудом вязали как-то. Тогда интернета не было. Из журналов так находили. Вот так находили, начали вязать. Этим начали заниматься этим делом. Каждое изделие, которое получается у Николая, уникальное. Сделанное с душой и большой любовью. Но для мамы Марии Мироновой и самой дорогой остается первая вышивка, которую Николай сделал в 6 лет. Это был первый подарок. Это он подарил мне недавно. А это на 8 марта подарил. Все изделия, которые получаются у Николая, переходят в руки близких и знакомых. Некоторые красуются на выставках. За многие работы мастер по вязанию спицами получил грамоты и благодарность. Сам же Николай считает, что залог его успеха в семье. В этом году исполнится 35 лет его супружеской жизни. Супруге большое спасибо, что не бросил меня. Я сказал ей, давай, ты молодая, бросай меня. Она не сказала. Вот так ты. Второй ребенок, дочка. Потом у нас почти осталось. Еще одна дочка. Вроде бы неудобно. А сейчас, наоборот, радость. Радость Николай Миронов видит во всем, что его окружает. В своем любимом занятии, в детях и внуках. Есть у него и мечта. Связать для всех членов семьи одинаковые кофточки. Времени на это у него достаточно. Ледовая дружина правительства республики померилась силами со студентами. Вызов членам кабинета министров в этот раз бросила команда Чувашской сельскохозяйственной академии. За ходом игры наблюдали мои коллеги. В центре поля капитаны. В стартовом составе команды правительства и глава региона. То, что эта игра не в подавки, показал уже первый период. Сломить оборону задача не из простых. Вратари отражают удар за ударом. Команда Академия дебютант. В таком составе студенты играют не больше года, но уже познали вкус победы. Многие ребята хоккеем увлекаются со школьных лет. Получается пока неплохо для первого года. А желание у людей есть. А без желания никакой вид спорта он славу не приносит. Хоккей в всей стране популярен. В том числе и у нас. У нас есть хорошая команда. У нас есть хорошая команда правительства по хоккей, которая проводит двухразовые тренировки. То есть хоккей это мужественный вид спорта. Спорт для мужчин. Счет в игре в первом периоде открыли студенты. Так нападающий Академией воспользовался ошибкой голкипера команды правительства. Результативные атаки команда Кабмина провела перед уходом. на второй перерыв. И с каждой минутой накал матча повышался. Решающую шайбу в ворота правительства хоккеисты из сельхозакадемии забросили за 8 секунд до финального свиска. Глава региона поздравил студентов и пожелал новых побед на чемпионате республики. Встречаться на льду команды намерены чаще. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова